Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях приготовить домашний тоник, который интенсивно убирает пигментные пятна, хорошо увлажняет кожу, дополнительно смягчает. После применения этого тоника ваша кожа будет выглядеть, как после очень дорогого салона. Тоник не имеет в своем составе отдушек и консервантов, поэтому это отличная альтернатива покупным средствам для тонизирования кожи. Тоник подходит для всех типов кожи, также он подходит для ухода за кожей шеи, за кожей зоны декольте. С осторожностью используйте этот тоник для нанесения на кожу вокруг глаз. Этот тоник имеет три способа применения, поэтому посмотрите видео до конца и выберите для себя наиболее подходящий. Для достижения наилучшего эффекта используйте этот тоник в вечернее время, примерно за час до сна, после того, как хорошо очистили кожу. Протрите кожу лица этим тоником, оставьте на одну минуту и затем можно нанести ночной уходовый крем. После применения этого средства обязательно поделитесь с вами впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшнего уникального тонизирования кожи нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Предварительно заварите пакетик зеленого чая. На полстакана крутого кипятка возьмите один пакетик зеленого чая, либо одну чайную ложку сухого зеленого чая. Зеленый чай доведите до комнатной температуры, так чтобы он хорошо настоялся. И добавьте в сегодняшнее средство одну чайную ложку зеленого чая. Следующий ингредиент для этого уникального средства нам понадобится сок алоэ. Сок алоэ отлично увлажняет кожу. В сочетании с зеленым чаем, который является отличным антиоксидантом, дает очень хороший омолаживающий эффект. Возьмите одну чайную ложку сок алоэ. Можно использовать аптечный сок алоэ из ампул. Если вы используете аптечный сок алоэ, то возьмите одну ампулу и добавьте в сегодняшнее средство. Также для сегодняшнего уникального средства подойдет и сок алоэ, свежевыжатый из растений, который возможно у вас есть на подоконнике. Возьмите также одну чайную ложку сока алоэ. Кстати, вы для сегодняшнего средства можете использовать и гель алоэ или алоэ вера. Возьмите половину чайной ложки гелевой основы, разведите с половиной чайной ложки обычной кипяченой воды и также используйте для приготовления сегодняшнего средства. Все эти компоненты, конечно же, между собой хорошо взаимодействуют. И следующий ингредиент нам понадобится имбирь. Имбирь хорошо тонизирует кожу. Имбирь улучшает оттенок лица, убирает пигментные пятна, выравнивает и шлифует не только поверхность кожи, но и выравнивает оттенок кожи. Для сегодняшнего уникального средства вы можете использовать как сухой имбирь. Продается он в отделе приправы в обычном продуктовом магазине. Также подойдет и свежий имбирь. Если вы используете свежий имбирь, то возьмите корешок имбиря, натрите на очень мелкой терке, отожмите и используйте именно сок имбиря. Если вы используете сухой имбирь, то возьмите имбиря примерно на пятую часть чайной ложки, на кончике ложки. Если вы используете свежий сок имбиря, то возьмите половину чайной ложки. Также тщательно смешайте все ингредиенты. Кстати, все рецепты домашних масок я показываю вам в реальном режиме времени. Достаточно нескольких минут и качественное уходовое средство будет готово. Тщательно взбивайте все компоненты. От этого зависеть будет качество средства и тот эффект, который оно окажет на вашу кожу. Тщательно разведите, размешайте компонент так, чтобы он хорошо растворился. Следующий ингредиент для сегодняшнего уникального тонизирующего средства нам понадобится косметическое масло. Вы можете использовать косметическое масло жужеба. Масло жужеба отлично смягчает кожу. И в сочетании с вот такими водными компонентами будет давать двухфазный эффект. Обязательно посмотрите видео до конца и правильно применяйте сегодняшнее средство. Добавьте 10 капель косметического масла жужеба. Кстати, масло жужеба вы можете заменить маслом миндальным, либо маслом персика. Используйте для приготовления сегодняшнего средства то масло, которое подходит к вашему типу кожи. Добавьте 10 капель. Слегка размешайте. Конечно же, косметическое масло не растворится в водном составе, поэтому нужно использовать несколькими способами это средство. Для того, чтобы это было более удобно и комфортно, это средство вы можете использовать несколькими способами. Самый простой, самый доступный и самый первый способ это, конечно же, смачивать ватные диски и протирать кожу по кожным массажным линиям. Не забывайте, что этим средством нужно пользоваться после того, как вы глубоко очистили кожу. Перед применением этого средства сделайте кислотный скраб или скатку. Добавьте, что это нужно посмотреть на鏡ами. Продолжение следует... Рецепты домашних скрабов и пилингов вы также можете найти на моем канале. Протрите кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Оставьте примерно на 1 минуту, затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Следующий способ применения этого средства, вы можете перелить его в емкость для удобства нанесения, потому что способ нанесения это тот вариант, когда вы будете распылять питательный состав непосредственно на саму кожу. Вы можете перелить в емкость с помпой и использовать по мере необходимости. Единственное условие перед каждым применением этого средства, вот в этом варианте, взбалтывайте консистенцию, чтобы двухфазная жидкость стала однородной. Так как масла будут всегда на поверхности, чтобы питание с помощью косметических масел ваша кожа тоже получила, перед каждым применением взбалтывайте эту баночку и распыляйте непосредственно на саму кожу. Это также будет давать очень хороший омолаживающий эффект. И следующий способ применения этого средства, вы можете разлить его по емкостям для замораживания в кубике льда и протирать кожу по мере необходимости замороженным кубиком льда. После того, как хорошо очистили кожу, также это средство хорошо тонизирует кожу после применения любой маски и перед нанесением питательного или увлажняющего крема. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.